Всем хай! Я хочу сразу спросить, как вы относитесь к тематике живых мертвецов? Лично мне эта тема очень нравится, потому что в ее рамках можно придумать много чего интересного. Но у нее есть одна проблема, она стала слишком массовой. И теперь каждый аутист думает, что если он сделает кино про зомби с кучей экшена и всякой херни, то оно обязательно станет популярным. Причем зачастую они кладут большой здоровенный болт на то, чтобы кино было хоть немного интересным. Главное, экшен у Мочилова. Из недавних могу вспомнить Войну Миров Зет. С играми иногда тоже замечается подобное, но игры на то и игры, чтобы мочить зомби. Там это вполне объяснимо и логично. Но сегодня я собираюсь говорить не об играх и не о фильмах. И я хочу поговорить об одном сериале. И вот тут должен возникнуть самый главный вопрос. А можно ли вообще снять нормальный сериал про зомби? То есть растянуть его на несколько десятков часов и серий. Я считаю, что можно рассказать историю нескольких выживших, как они начинали, как они сначала боялись зомби. Но, знаете, АМС все проебало. Да, они сделали полное говно. Не-не-не, говном этот сериал стал не сразу. Он стал им со второго сезона. Сейчас я постараюсь рассказать почему. И начать, я думаю, нужно с первоисточника, а именно с комикса, который написал Роберт Киркман. Который до этого написал только... В общем, Валтиндент стал неплохим его дебютом. И сейчас я это говорю без тени сарказмом, потому что комикс реально получился хорошим. Даже несмотря на отсутствие цвета. Он интересно читается, там интересные персонажи, интересный сюжет. А главное, там нет актеров. Это плюс, потому что в сериалах можно легко убить актера. А тут они убивают именно когда нужно по сюжету убить человека. А не когда актер вздумается уйти из этого гребного сериала. Чуть позже появляется колоритный злодей Губернатор. Мне он кажется немного трэшовым, но все равно он вносится и лепту. Конечно, у Киркмана была одна проблема. Он не смог закончить этот комикс. То есть он подошел, по идее, к логическому концу, когда Рик и команда уже нашли город. Но Киркман подумал, нет, раз я получаю бабло, значит нужно продолжать его писать. Под конец я, к несчастью, забросил его читать, потому что рисовка стала становиться более примитивной. Сюжет, ну согласитесь, неинтересно смотреть в сотый раз, как Рик находит город и все идет по пизде. Ему пришлось снова искать новое убежище. Одно порадовало, это то, как Рик воспринял ситуацию. Потом, под конец он уже становится реально хладнокровным мудаком, который понимает, что если его даже в городе не примут, ему придется взять его силой. А еще там дед, который был с трейлером, пялил Андрею. Но я не нашел эту картинку, поэтому просто смотрите на зомбака. Что в итоге можно сказать про этот комикс? Он начал за здравие, закончил за упокой. Он под конец просто стал самоповторяться и перестал вызывать у меня тот интерес, что вызывал в начале чтения. Где-то до 70-го выпуска его даже можно читать. Потом он уже просто не представляет интереса. Должен сказать, что работа с зомбями Киркману пошла на пользу. Ведь потом он написал Марвел Зомби, который, на мой взгляд, является гениальным ответвлением вселенной Марвел. Потому что в ней Марвел стебет сам себя. И мне это безумно нравится. А еще мне очень нравится второй том Марвел Зомби, где... Зомби уже свалили из земли, поняв, что жрать там больше нечего. И показывают историю оставшихся в живых людей, которые остались на этой планете. Могу просто сказать, что деньги опять всех поимели. И Киркман теперь клепает комиксы дальше, для того, чтобы получать побольше бабла. Я бы, кстати, тоже клепал эти комиксы, чтобы получать побольше бабла. Но сегодня я собрался говорить не о комиксах, а о сериале. Да, о комиксах я тоже долго распинался. Но, я думаю, вам мое мнение теперь понятно. А вот теперь пора поговорить про этот великий-великий сериал. Чтоб его. И сразу скажу, что видеоряда будет мало. Потому что анальная модерация Ютуба. И да, я решил рассматривать этот сериал именно по сезонам. Потому что каждый сезон в своем роде уникален. И начать, я думаю, именно с первого сезона. Ведь это логично. И первый сезон хорош. Он действительно очень хороший. Хорошо снят, хорошо поставлен. Хорошие ситуации, которые, кстати, были в комиксах. Ну, кого это парит? А самая, на мой взгляд, идеальная серия, это первая же серия первого сезона. Как бы странно это ни звучало. Она снята хорошо. Там показан зомби-апокалипсис. Первые дни Рика в этом зомби-апокалипсисе. Его встреча с корешем-негром. В общем, она снята идеально. Он ищет свою семью. И в конце он приезжает в город Атланту, где и находит свою семью. Кстати, со второй серии начинается небольшой намет на пиздец. Ну, я имею в виду на Санта-Барбару в этом сериале. Ибо нам показывают, что напарник Рика спит с его женой. Мне кажется, это не самая подходящая тема для зомби-фильма. Хотя это было в комиксах, и там это обыграли нормально. Ладно, допустим, можно смотреть дальше. А дальше Рика находит группу выживших. Узнает, что среди них есть отмороженный байкер-расист, которого он приковывает наручниками к трубе. Все изменилось. Больше нет никаких рикеров. Это очень важный момент, потому что потом этот байкер отрубит себе нахрен руку. И свалит в неизвестном направлении. И не появится до третьего сезона. Но меня дико проперло, как он оказался в такой безысходной ситуации, что ему пришлось струбить себе руку. Вот да, вот просто так. Даже не знаю, почему мне эта херня насмешила. Ладно, я решил продолжить свой просмотр. И к третьей серии Рик таки добрался до лагеря выживших. Где командовал его кореш-напарник, который пялил его жену. А жена офигела от всего увиденного и сказала, ну ты мне соврал, ты сказал, что Рик мертв. Хотя на самом деле он правду сказал, потому что он лежал в больнице и был готов умереть. Но к счастью, Шейн забаррикадировал его комнату, чтобы спасти его. Ну в общем, вот такой вот замес. А еще в лагере оказался брат того байкера, которого приковали наручниками к трубе. И вместо того, чтобы сразу пиздовать в Атланту и спасать этого байкера, они решили целую серию попиздеть. Готовьтесь, это суть всего сериала. Но под конец все-таки у героев просыпается совесть, и они решают помочь Дэрилу спасти его брата. Они приезжают в Атланту, и что бы вы думали? Блин, то есть представьте, что я вам не говорил, что натрубить себе руку, и... Что бы вы думали? И да, они включили гребаный ремикс из 28 дней спустя. Почему каждый гребаный хреновый фильм про зомби включает в себя ремикс 28 дней спустя? Ладно, это моя придирка. Ну и таки да, байкер отрубил себе руку. Ну в общем, отрубил он себе руку и пропал из сериала. Было бы логично, если бы он перешел за своим братцем, они бы переебали весь лагерь. Но нет, он просто исчез. Почему он не вернулся за своим братом? А потом они вернулись в лагерь, на лагерь напали зомби, и они попытались найти новое место для жизни, пошароебились по лаборатории, лаборатория взорвалась, и они уехали в закат. А еще Рику сообщили, что все люди могут стать зомби, если их убить. Только если им не повредят голову. Но это за каким-то хуем держали, как интригу. Я вообще не понимаю, зачем такую интригу держать. Ну вот первый сезон и подошел к концу. И начался второй сезон, где все, абсолютно все наебалось. В общем, второй сезон это ебаный пиздец. И я даже не знаю, как о нем лучше рассказать, потому что он... В принципе, о нем можно рассказать минут за 10, но они растянули это на 13 серий. Допустим, это в 120 часов. Причем в комиксе был точно такой же эпизод. Ну, конечно, не в деталях точно такой же, но примерно. Это читается минут за 10. Там 6 выпусков, 1 том. Ладно, а теперь мне пора попытаться рассказать о сюжете. Я уже говорил, что он хуйня. В общем, после первого сезона герои едут по шоссе. На шоссе они останавливаются, потому что не могут проехать дальше. Они теряют девочку, но потом находят ферму Хершела, который соглашается их приютить до того момента, как они найдут эту самую девочку. Все было бы нормально, если бы они не искали ее гребаных 6 или 7 серий. Господи! Какого хуя? Они все еще были уверены, что она жива. И это просто такой лютый вынос. А знаете, что они делали, кроме того, что они ее искали? Они пиздели. Они пиздели ни о чем. Да, они, конечно, еще пытались показать, что шейный мудак, но... Комикс это сделал минут за 10. В то время, как вам, блядь, пришлось растягивать это очень и очень нудно и долго. А знаете, что было, когда они нашли девочку, которая стала зомби? Они продолжили пиздеть! Да, а потом еще 6 серий, вы слушали, пиздеж, ни о чем! А в конце на ферму напали зомби и сожрали всех нахуй! Ладно, зомби не сожрали всех нахуй, но я этого очень хотел. На самом деле, все закончилось тем, что на ферму напали зомби, и они разъехались кто куда. Это было бы реально круто, посмотрите, как эти люди выживают по отдельности, но нет, они потом скучковались. И только Андрея свалило в неизвестном направлении. Ну и еще Шейн оказался мудаком. Как это неожиданно. Наверное, не стоит говорить, что он получил пулю в башню. А еще жена Рика залетела от Шейна. Знаете, это не было бы так тупо, если бы она сделала аборт, но она... Нет, она решила его оставить. Знаете, есть несколько случаев, когда тебе необходимо сделать аборт. Когда это убьет тебя, или когда вокруг тебя ходят гребаные живые мертвецы, которые могут тебя сожрать и услышать крик гребаного ребенка и прийти на него. В итоге второй сезон показался мне просто неинтересным и тупым. Если выкинуть три серии, в которых хоть что-то происходило, мы получим десять серий нудятины и воды. То есть, я не знаю, может они хотели так очень долго раскрыть персонажей, но... Зачем? Зачем тратить на это столько времени? Ладно бы, если бы эти диалоги были хоть как-то, хоть немного интересными, но нет. Они просто говорят о какой-то херне. Вот реально, это как прийти, не знаю, к какому-нибудь корешу, который будет травить охуительную историю про то, что тебе совершенно неинтересно. Например, как он посрал в пять утра. Вам это будет интересно слушать? Вот и с ходячими такая же история. Вам травят какие-то ненужные истории, а потом зомби нападают на ферму и все сваливают. Конец. Опять же, в комиксе это было. Но если читать залпом, то вы это прочтете минут за десять-двадцать. А здесь вы потратите примерно шесть с половиной часов. Десять серий по сорок минут, сами считайте. Ну и переходим к третьему сезону. Ну вот и настало время третьего сезона Ходячих. И я решил начать с описания персонажей, что я не сделал до этого. На то были веские причины, потому что к третьему сезону идиотизм этих персонажей начал зашкаливать. И первый персонаж это Рик, который является главным героем и ходит с револьвером наперевес. Сначала за его жизнью было интересно следить, но потом... Потом он не стал насрать на него, как и ему собственно стало насрать. Может быть это по сюжету его персонажу стало насрать на все, но... Ладно, пофиг. Мне больше не о чем ему сказать, просто он главный герой и все. Ничего не примечательен, клинтыст вот хуев. Следующий персонаж это сын главного героя Карл. Я не знаю, мне он кажется раздражающим мелким долбоебом. Сейчас объясню почему. Он всегда косячит и пытается вести себя как настоящий взрослый чувак, но при этом всегда косячит. И два раза, когда он пригодился в комиксе, в котором он меня кстати тоже раздражает, это когда Рику стал очень хреновый и Карлу пришлось бежать за медикаментами и жратвой. Ну и второй раз он спас его от Шейна, как в принципе и в сериале, но все равно. На мой взгляд это просто раздражающий мелкий пацан, которому нужно отвешать подзатыльников. Третий персонаж Лори и ее дочка, но я решил их взять вместе. Эталон тупой пизды. В принципе в комиксе она была для того, чтобы показать Рику, что его выбор на самом деле был не таким-то уж и логичным и обдуманным. Ведь она вместе с ребенком погибла, а тут, ну да, она погибла, но ребенок остался и все с ним возятся. Но я все равно немного не понимаю логики. Тогда Рик не будет страдать, как он должен по комиксу. Нет, на самом деле я просто не понимаю ее логики. Все ее действия, блять, бессмысленны. Они не имеют за собой никакого основания. Все, что она делает, это просто портит все. Абсолютно все. И только под конец она погибает, сделав что-то полезное. Или не сделав что-то полезное. Если честно, я даже это забыл, потому что это говно у меня даже в памяти не осталось. А это напарник Рика Шейм, роль которого сводится к тому, чтобы быть мудаком весь сериал. С чем он справляется? Я не знаю, в комиксе они реально все очень быстро показали. И то, что он мудак. Ведь не надо же долго объяснять, что человек мудак. Можно просто показать, как он действует. А тут они это очень долго тянули, тянули, тянули. А в конце его убили. Хотя, должен сказать, по-моему, он единственный, кто справился со своей ролью на отлично. Наверное. А этот персонаж выигрывает конкурс по бесполезности. Это реально самый бесполезный персонаж на планете. Вот просто если можно сделать кого-нибудь более бесполезным, то... То у вас не получится, потому что это будет все равно этот чувак. Возможно, его вставили только для того, чтобы в команде был черный. Чтобы создатели не посчитали нетолерантными. Но все равно это не отменяет того факта, что этот персонаж не делает абсолютно ни хера. Он и не помогает, он и не делает плохо. Он просто никакой. Он вообще здесь ни зачем. А этого парня зовут Глена. Знаете, по-моему, это один из немногих персонажей, которые не вызывают у меня отвращения в этом сериале. Просто он, не знаю, он не пафосный, он не тупой, он не мудак, он не ненужный. Он просто персонаж. И это делает его реально хорошим персонажем в рамках этого сериала. Потому что все остальные здесь либо делают какую-то несуществительную хуйню, либо вообще просто не нужны и стоят на заднем плане и поддакивают главным героям. А этот нормальный, он реально для этого сериала достижение уже то, что ты просто нормальный персонаж. Поэтому он самый лучший персонаж в этом сериале. А это Дэрил, и по неизвестной мне причине он стал одним из популярнейших персонажей сериала. Почему, я не знаю. Наверное, потому что он ездит на байке, хуячит белок с арбалета и все. Но еще он псевдобрутальный, поэтому на него вздрачнула куча школьниц фанаток сериала. И, возможно, даже некоторые школьники фанаты сериала. И, возможно, даже взрослые, которые смотрят этот сериал, непонятно зачем. Вообще, я хотел сюда вставить картинку, которую я нашел в интернете, где какой-то школьник нашел фотку белки, которая типа молится. И он ей подписал, слава богу, Дэрил меня сегодня не убил и не съел. Просто когда я увидел эту картинку, во мне что-то умерло. И я понял, что я больше никогда не буду прежним, потому что я теперь буду думать, что где-то в мире существуют долбоебы, которые находят это смешным. А это брат предыдущего героя, которого зовут Мерли. Он был мудаком, но стал хорошим. А еще за каким-то хоем он пропал из сериала, блядь, наебанный целый сезон. А этот персонаж такой же, как Ниггер. То есть, блядь, не нужен и бесполезный. Все, что, блядь, она делает, это нихуя. И только ревет, блядь, и подкатывает к Дэрилу. И все, блядь, а еще меня бесит баба с короткой стрижкой, блядь. Это самая хуевая стрижка, запомните. Если вы баба с короткой стрижкой, то вы, блядь, выглядите как уебище. А смысла присутствия у этого персонажа в сериале я вообще не очень понимаю. Она как бы есть и двигает сюжет, но она как-то не очень органично смотрится в этом контексте. В то время как в комиксе она реально смотрелась к месту. А тут я вообще не понимаю, в чем ее смысл. И вот единственное, о чем она мне напоминает, это то, что в старом шоу Рейнджеры черным Рейнджером был негр, а желтым Рейнджером была азиатка. А все, что я могу сказать об этом персонаже, это то, что с определенного ракурса он выглядит как хомяк. И еще о том, что он не раздражает меня. Что для этого сериала уже какое-никакое достижение. А эта дочка главного героя похожа на хомяка. И знаете, мне кажется, это такая тонкая отсылка к серии фильмов Обитель зла. Ну знаете, хуевый сериал отсылается к хуевым фильмам. А еще она в комиксе выглядела как пиздец, потому что у нее были короткие волосы. А еще она доказала, что этот сериал является гребаной Санта-Барбарой. Ибо с ее отношений с Гленном сериал начало типа пизде. А она единственная отбилась от группы в конце второго сезона, но встретила негритянку с мачете и начала жить у губернатора. В принципе, ее роль тоже не очень важна. Ну а теперь настало время поговорить о сюжете «Ходячих мертвецов» сезона 3. И об этом персонаже в отдельности. Знаете, на самом деле он меня удивил, это губернатор. И он меня удивил тем, что он получился настолько херово, насколько это возможно. Он, не знаю, они смогли запороть нормального персонажа из комиксов. Им надо было просто перенести оригинал сюда. Но они это запороли. А самое забавное в том, что они его реально перенесли. Реально они его перенесли по канону и смогли запороть. Сюжет же «Ходячих» строится на противостоянии группы Рика и губернатора. Начинается он с того, что группа Рика приходит в заброшенную тюрьму и знакомится с местными петухами. И начинает жить в этой самой тюрьме. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пара никому не нужных нахуй неинтересных сюжетных поворотов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сериал про отношения. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Они приходят в город губернатора. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Опять ничего неинтересно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И таким образом он перестает быть губернатором The End. В общем и целом, третий сезон получился какой-то мутной хренью, которую неинтересно смотреть. Впрочем, как и второй сезон. На самом деле, весь сериал мутная хрень, которую неинтересно смотреть, кроме первых трех серий. Минус этого сериала очевиден. Во-первых, он тупой. Во-вторых, он про отношения. В-третьих, если вы присмотритесь, то вы поймете, что даже к третьему сезону кто-то им причесывает волосы, зализывает их. Что нелогично, ведь они бродят где-то уже год по пустоши, наполненные зомбями. А еще этот сериал полон раздражающих уебков. Серьезно, он ими кишмя кишит. И в общем и целом, этот сериал, на мой взгляд, говно. Не знаю, почему люди его смотрят, почему он им нравится, что они в нем находят. Возможно, они просто не умеют фильтровать контент и не ценят свое время, и смотрят всякое говно, лишь бы занять чем-то свои дни. Но если вы хотите посмотреть какой-нибудь нормальный сериал про зомбей, посмотрите Dead Set. Ах да, есть еще игра Walking Dead. И знаете, она не так хороша, как говорят. Она очень линейная, и там очень часто встречаются тупые диалоги. Да, есть удачные моменты, но тупые диалоги все портят. Ах да, если кто-то хочет сказать, что это типа нелинейная офигенная игра, то... Сделайте так, чтобы журналистка выжила в третьей главе. А еще там загадки для аутистов. Ладно, пора заканчивать. И больше никогда не возвращаться к теме Walking Dead. Может быть, только когда игра выйдет. Наверное. Хотя, погодите, вышел же четвертый сезон. Ладно, я дам ему последний шанс. Я посмотрю первые 10 минут. 10 минут. Чтоб ты знал, ты мне понравился раньше. Хватит. Ну ладно, одни отношения точно ничего не испортят. Ты же знаешь, у нас все получится, да? Ну ладно, эти были в отношениях с самого начала. А я собирался тебя искать. Да я даже не знаю, кто эти двое такие. Ладно, я знаю, кто эта баба, но я не знаю, кто этот парень. Знаете что? Идет нахуй. Сериал говно. Те, кто его смотрят, я не знаю, как его можно смотреть. Объясните мне, идиоту, как вы смотрите такое говно. А пока с вами был Мроник. Всем пока, увидимся в следующий раз.